Алексей Кичкасов служил в разведке с 1998 по 2000 год. В декабре 1999 года во время штурма Грозного командир взвода спас и вывел из огня боевиков разведотряд 506-го мотострелкового полка. Мужчина удостоился звания Героя России и получил Орден Мужества. За время службы под его командованием бойцы провели десятки операций, каждая из которых сплотила военнослужащих и оставила неизгладимый след в их памяти. Человек психологически очень устает, видит постоянно какие-то смерти, ранения, лишения. Человеку становится все равно, что с ним произойдет. Или наоборот появляется чувство бесстрашия. Я жив, со мной ничего не случится. Человек начинает необдуманно рисковать. И задача как командира, как мне кажется, вот этой немножечко остановиться, сказать стоп. Не надо делать то, что не надо делать. 5 ноября те, чья судьба связана с военной разведкой, отмечают профессиональный праздник. В этом году в Темникове собрались офицеры внешней разведки, ФСБ, ГРУ и ветераны специальных подразделений из Москвы, Краснодарского края, Дагестана, Кирова, Перми, Нижнего Новгорода, Сарова, Самарской области, Пензы и Мордовии. На счету командира разведгруппы 29-го отряда спецназа Александра Зашихина 18 командировок на Северный Кавказ. Орден мужества и множество наград за боевые заслуги. Мужчины считают, что несмотря на технический прогресс, только военный разведчик сможет получить достоверную информацию в боевых условиях. Техника, техника, она может выйти из строя. Сейчас разная усовершенствованная техника есть по борьбе с радиоразведкой. Значит, можно заглушить, можно сбить что-то. Поэтому достоверную информацию невозможно узнать с помощью техники. Все равно нужны люди. Человек должен быть хладнокровный, уверенный в себе, в своих товарищах. Ну, выносливым, сильным. Военнослужащие посетили Темниковский историко-краеведческий музей имени Ушакова, возложили цветы к месту захоронения разведчика Михаила Михайловича Кицаева и почтили память погибших коллег в Рождество Богородичном Саноксарском мужском монастыре. Дарья Козина, Артемий Глазков, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.